Пятница. У кого как пятницы начинаются? А у меня мандраж, мандражная пятница. Почему мандражная пятница? На часах у меня в 8 часов утра, в 8.30 у меня визит у одного замечательного человека. Это называется дантист. Ох, как я их не люблю, ох, как я их не люблю. Ну, я не знаю, либо это из детства такой страх. Сейчас поговорила с некоторыми. Ой, мы так любим дантистов, мы так любим стоматологов. Мы прям приходим, закрываем глаза и засыпаем. Ща прям. Ща я прям усну. У меня, знаете, медитирую, не медитирую, но у меня на них какая-то определенная аллергия идет. И мне они, ну, вообще не нравится. Тем более у нас был, ладно, у нас был стоматолог, к которому мы ходим уже давно, давно-давно. В основном, что я делаю? В основном это раз в полгода чистка, чистка ваших зуб, зубы. В прошлом году, да, в прошлом году, в девятнадцатом году, когда мы пошли чистить наши зубки, вместо нашего привычного доктора выходит молодая... Ну, все доктора, адтисты у нас, они, ну, в большинстве своем, это Asian, Asian people. Ну, ничего, нормально, они строят бизнес на этом. Но, когда я села, я смотрю, а где мой доктор-то? Где, где наш позитивный врач? Ну, так и так, вот у него проблемы со здоровьем, по-моему, мрак, и он уехал обратно к себе на родину там, там жить, да, в Китай. Стоп-стоп-стоп-стоп. И он тогда уехал жить, и вот эта вот молодая такая дамочка начинает меня лечить, что у меня вообще все плохо. Да, да, и что, ну, естественно, мой ментальный ум сразу говорит о чем? Что сейчас меня будут деньги брать, сейчас меня наклонят, я тымей. Поэтому, в принципе, в тот же самый момент я ее как бы и уволила, да, так вот. Но вот такие вот, ну, вот судьба судьбой, а мне придется сейчас опять к ней идти. Почему? Потому что... Хотя тоже непонятно. Мы нашли клинику, которая рядом с нашим домом находится, и муж сделал appointment, так и так, все дела. У нас двойная страховка. У меня от школы страховка и страховка от мужа. То есть мы по поводу стоимости сейчас, у меня мама говорит, ты переживаешь, что это будет дорого стоить. Я говорю, вот это вот сейчас меня совсем не волнует, потому что мы двойная страховка у нас, и вот вопрос, сколько это будет стоить, у нас она самая последняя. Так вот, мы записались на appointment в нашу ближайшую клинику, мне сказали, ну, вот вам нужно только позвонить в свою страховку и сказать, что, мол, перепишите меня как бы на эту клинику. Я звоню в своей страховке, а мне говорят, что до конца этого месяца я вообще не могу ничего делать, да, в плане того, что я прописана по одному доктору, и туда я должна идти. И все. Если это emergency, да, то есть непредвиденная такая боль-моль, соответственно, страховка покрывает всего-навсего 200 долларов, а все остальное out of pocket. Но я вообще такая говорю, так, что это за дела, ладно. И вот поэтому мне приходится идти к своей вот этой вот, к своему врачу, который, ну, минут 20 ездой находится, ничего страшного. Позже выясняется, что я звоню своему врачу-донтисту, назначаю appointment, да, у меня сквизнули, да, втиснули меня. Обычно у нас с донтистом так быстро не прорваться нужно, как всегда, как любому доктору, нужно ждать практически месяц. Если не больше, ладно, втиснули меня к ней и говорят, перезваниваю, говорю, Маргарита, а вы знаете, что мы не покрываем вашу страховку? Ваша страховка не работает в нашем месте. Думаю, ну что же такое за пипец-то? Что значит моя страховка у вас не работает? И это я уже дополнительно буду звонить в мою страховую компанию и ругаться с ними. Как это такое? Вы меня отправили туда, где я была, а где я была, моя страховка не работает. Что это такое за вальс-постон? Туда пойди, а туда не ходи. Ну, ладно, это все такие вот мелочи. Едем к донтисту. Едем к донтисту и посмотрим, что он мне скажет. И позитивная нота, да, позитивная нота. Зуб у меня отвалился. Часть, внешняя часть, да, как бы джик-джик-джик, покрытие эмаль отвалилось на старом зубе, да. То есть они мне сказали, ой, наверное, если у вас будет такая сильная-сильная боль, то давайте к нам пораньше приходить и так далее. Я говорю, вообще боли у меня никакой нету. То есть это все, это хорошо. Я себя успокаиваю. Это хороший знак. Это очень хороший знак. Я не помню, как давно я вот этот вот зуб лечила или не лечила, но мне кажется, что там уже вот этот вот нерв выдран, и мне кажется, что я его в России лечила. Соответственно, там, ну, я не знаю, что сейчас предложат. В принципе, рвать их нет. Мазеркушка, мазеркушка. В принципе, рвать не должны. А там, кто их знает? А там, кто их знает? У нас сегодня такой врачебный день. У меня в 8.30 аппоинтмент. И у мужа тоже сквизнули, да, втиснули. А мужа по какому плану втиснули? Мужа тоже должна быть какая-то... Не медосмотр, а тесты должны были сделать, но разговор был об этом. Мы ждали этого момента, наверное, полтора месяца. То есть полтора месяца назад им нам сказали, что все, скеджалы на 6 или 7 число, бла-бла-бла, замечательно. Ну, числа 4 или 5 муж такой... Ну, короче говоря, буквально позавчера, что ли, он смотрит, никаких уведомлений нету, ничего нету. Звонит он, значит, к нашим провайдерам и спрашивает, а где мой аппоинтмент долгожданный? А у вас никакого аппоинтмента нету, абсолютно ничего нету. Но и тут надо знать моего мужа. Пошли, как это, кулачки под сголочком. Короче говоря, понеслось. Полтора месяца ожидания, они ничего не сделали. И теперь следующее ожидание. Еще полтора месяца ждать, а мы этого не можем ждать. Короче говоря, вот так вот так вот. Ну, естественно, вчера адвокаты пошли в ход. И вот буквально, по-моему, вчера тоже утро призвонили, сказали, что нашли, втиснули и должны это все покрыть страховкой. Потому что мы можем вас, опять-таки, экстренно направить в то место, а вы будете платить это из своего кармана. Ну, извините, вы ошибку сделали, а я должен своего кармана платить. Ну, короче говоря, сегодня у меня 8.30. Сейчас он с ребенком находит, а потом я прихожу. Я не знаю, в каком состоянии я приеду с моим зубом. И что мне там будут делать. И рискнула, поехала одна. Так что будет интересный момент, да, если меня сейчас ледокаинчиком, новокаинчиком еще чем-нибудь накачают и за руль. Ну, где наша не пропадала? Где наша не пропадала? Вот так вот, мы сейчас сюда встанем. Вот. Ну, это по поводу врачей. Ну, а теперь давайте позитивно. Позитивное. Такой вот вопрос. Как часто ваши мужья покупают постельное белье? Вот я не знаю, насколько мой муж вчера был в ударе на работе. Либо его все достали. И вот вечером он мне сообщает, говорит, мне тут сказали. Я не знаю, я вообще ржу. Отвлекусь немножечко. Был у нас такой с вами сюжет, когда я рассказывала, по-моему, когда мы покупали матрас, большой матрас. Новый такой, новый матрас мы покупали. И что, так, как мы едем сюда, а вот так прямо. Покупали большой матрас, и он хотел купить целый набор постельного белья. На что я ему уже тогда мозги промыла. Я сказала ему, что, дорогой, зачем мне вот твое постельное белье, там, я не знаю, за сколько, за 100 долларов. Потому что мы из этого постельного белья будем использовать только на матрасник. И все. То есть не вот этот вот, не дополнительный простынг, ну, навочки, возможно, еще, да. То есть это получается, ты покупаешь только вот за 100 долларов. Вроде бы тогда он просек. Но вчера я поняла, что он ни хрена не просек. Он мне, значит, говорит, ой, Дрит, знаешь, что мне сказали, что Мессис, большой у нас магазин, большая-большая распродажа Мессисса. В интернете. Вообще просто беда. В интернете большая распродажа. Все. Это по поводу того, что может подкупить моего мужа. Ладно, говорю, хорошо. Распродажа. Начинаю бояться уже, чего он купил. Сейчас. Начинаю бояться, чего он уже купил. Сказал, что пошел посмотреть там что-то, но цены были не такие уж прям. Даже не помню первое, что он сказал. Я даже выбросила это из головы, неважно. А потом я решил посмотреть, решил посмотреть постельное белье, потому что нам нужно постельное белье. Я говорю, и, говорит, и скидки были хорошие. И я купил два комплекта постельного белья. Ну, у меня, конечно, глаза открылись. Я говорю, я тебе что, не учила, что ли, что мы покупаем? Он говорит, ты мне послушай. Это 1400 thread count. То есть, такая большая цифра. Я не знаю, что это такая большая цифра говорит, но говорит, видимо, о том, что это люкс. Люкс. Все, приехали. 18 минут. Молодцы. Он говорит, что это люкс-постельное белье. Ладно, говорю, что же твоя цена за люкс будет? Он говорит, и цена всего-навсего была 40 долларов. 40 долларов. Я говорю, за все? Он говорит, нет, за наборчик. Я не знаю, какая там изначальная цена была, но вот цена на большой скидке такой, которую мой муж подался, 40 долларов. Я ему говорю, так, ну-ка, давай-ка еще разочек перемотаем в прошлое. Я тебе уже говорила. Что я тебе говорила? Я говорила, что чем мы будем пользоваться из этого постельного белья? Он говорит, всем. Я говорю, ты что, забыл, что у нас с тобой пододеяльник на одеяле, и поэтому мы пододеяльниками, я люблю пододеяльниками пользоваться, а не вот эти простынки спать, и плюс одеяло сверху, когда все это будет спадать, улетать и так далее. Он говорит, ты меня не понимаешь. Я говорю, я тебя прекрасно понимаю, да ты меня не понимаешь. Зачем мне за простынку платить 40 долларов? Я могу отдельно простынку найти, да. Он такой, нет, мы еще и наволочки будем новые из дорогого материала делать. Я говорю, ну хорошо, плюс наволочки. А я говорю, ну хорошо, а что за расцветка? Может быть, а что, если мне расцветка не понравится? Как я буду на ней спать? Ты вообще даже не посоветовался со мной, даже не скинул мне картинку. Он говорит, какая разница, потому что это же 1400. Как-то он приклеился к этой 1400. Тред каунт и так далее, и так далее. Я говорю, ладно, ты уже купил. И потом, знаете, так вот сидит и говорит, И вообще, мне нравится спать под простынками. Я говорю, а что ж ты так, да. Вот последние так вот пять лет наслаждаешься спаньем под одеяльником. Ничего не спадает и так далее. Ну, короче, вот так вот мы поржали с ним. Ну, конечно, мы не ржали. Это я ржу с вами. А с ним мы прям чуть ли не на бровях были, да. Как-то такое. Без моего ведома меня положат на какие-то там, я не знаю. Он говорит, очень красивый цвет такой вот нежно-голубой. И потом нежно-серый. Ну, вот я посмотрю, что такое нежно-голубой и нежно-серый. Ну, вот чем у меня муж занимается, когда его все, все его достали на работе. Вот он идет в магазин в месяц онлайн. И прям там даже представляю, где это он совершает покупку. Бездомно. Ладно, я пошла к врачу. Восемь-двадцать. Через десять минут мне уже будет не так смешно. Штрах и глаза велики, как я говорю. Посидела я в кресле, наверное, сколько меньше. Я зашла в восемь-двадцать, да, было. Сейчас восемь-пятьдесят четыре. Двадцать минут. Что сделали? Сделали четыре снимка. Моего зубья. Зубья. Показали мне мою картину. Ну, понятно, почему у меня боли не было. Потому что... Как она называется? Уже работали над этим зубом. Ой, муравьев много. Уже работали над этим зубом. Я к этому доктору пришла где-то, наверное, в 2012 году, да. И до этого я уже... Скорее всего, мне в России его чистили, делали, пломбировали. И потом здесь подделывали. Да, поэтому... Поэтому боли нету. Не абсолютно... Абсолютно нормально. Но будут ставить коронку. Но прежде чем коронку поставить, Нужно получить одобрение у страховки. Ну что? Все готово. Мама едет обратно домой. Так как я сказала, значит, мы ждем одобрение страховки, что она платит. Но у мужа хорошая страховка, как я сказала. Где-то там 80-20% может быть out of pocket. А там кто знает. Посмотрим, сколько это нам вылится. Ну вот так вот у нас все быстро получилось. И сейчас она сказала, хотите, я вам поставлю как бы времяночку золотую, чтобы там... Я говорю, давайте латайте, чтобы ничего туда не проходило. Ну и буквально там 2-3 минуты. Единственная, какая проблема, возможно, будет у меня... Штука называется TMCA. Либо так вот. Я не могу свою пасть открывать на все 100%. Она у меня, если откроется на 50%, это уже успех. А нужно будет... Она спросила, как вы выдержите? Нужно целый час. Я говорю, ну, если вы сможете работать в узком пространстве, в узком помещении, значит, я смогу часочек просидеть, продолжать, подождать. Но когда мне нужно будет там закрыть, открыть, и там боль уже будет такая невыносимая, я вам просто просимофорю, и вы мне дадите отдохнуть, и мы дальше с вами пойдем. То есть вот такая вот обстановочка. Да, следующего четверга я практически свободна. Сказали, постарайтесь есть на правой стороне, а не на левой стороне. А у меня сегодня косточки, свиные косточки. Как же я свиные косточки буду есть, наслаждаясь одной стороной? Ну, ничего страшного. Главное, что боли нету. Несмотря на то, что emergency, но боли нету, все вперед. Сейчас я вам покажу. Смотрите, у нас тут строят дорогу. Вот почему снесли. Вот почему снесли. У нас здесь вот были здания, торговый центр, что-то такое. И вот это вот гостиница, в которой у нас мама зачастую останавливалась. Они строят вот такой вот мастера, как на железной дорогу. Вот, типа метро. Типа метро строят, и вот они попали на вот эту вот линию магазина, и их удалили. Ничего себе, как. А дальше как пойдет? Что-то там еще, наверное, будут сносить. Видите, там стал бы, стал бы, стал бы, стал бы. Это прямо в ту сторону Сиетта. Поехали. Вот люблю я ранее апоинтменты у врачей, потому что дорога свободная, быстренько сгонял туда, сделал все дела и обратно домой. Если пройти 2-3 часа дня, либо что-то еще, так это тебе нужно еще дополнительный час туда, час обратно по всем пробкам. А это спокойненько. 8.30 начало было, там, поскольку никого в офисе не было, я приехала в 8.20, туда 8 выехала, 8.20, и даже меньше, чем за час, я решила свою геморрольную проблему. Так что геморрольную хорошо, зубную проблему, зубную задачу мы решили, и вот уже домой. Домой возвращаемся. И замечательно, Виктория хорошо себя ведет, не просит еды еще, так что, и даже мы ее сами покормим, они из бутылочки, все замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok